Сегодня мы встречаемся с Игорем, это человек, который будет у нас работать в нашей команде, он будет менеджером. Те, кто будет звонить и попадать на него, как раз вот это Игорь. Привет. Да, здравствуйте. Игорь, расскажи, пожалуйста, свою историю. Все началось с того, что я был очень молодым, мне было 19 лет, и у меня была мечта, в принципе, лет в шести попасть в Штаты, потому что в этом возрасте я смотрел очень много диснеевских мультиков, голливудских фильмов. То есть, в принципе, ассоциация была именно с актерами, с индустрией шоу-бизнеса. И я, когда еще жил в Москве, я учился на четвертом курсе института. Это какой был год? Это был 2004 год. Мы с другом устроились в съемочную группу в Москве помощниками оператора по съемочной технике. И мы работали на съемках программ, концертов. Программы были «Что, где, когда» мы снимали один день. Концерты были в Кремле, в Кремлевском дворце, в Государственном концертном зале «Россия». В основном работа была довольно физически тяжелой, потому что это всякие краны, съемочные краны, которые нужно собрать. Сборка одного крана выходит за 4 часа. Это такие тяжелые металлические предметы, которые вместе нужно собрать и построить, чтобы это все работало. И директор этой съемочной группы, он как раз имел связи в США, в Лос-Анджелесе. И его брат двоюродный работал как раз директором съемочной группы в самом Лос-Анджелесе. И в принципе он нам предложил, он знал, что мы едем в США, что мы получили визы, хоть и студенческие. Это что была за виза и как вы ее получали? Это была виза J1. Work and travel. Work and travel, да. Мы получали ее через свой институт. Я учился в Московском техническом университете связи и информатики. То есть там у нас в институте был отдел, который этим занимался. Мы просто пришли, заплатили деньги и прошли собеседование. Сначала тестовое, потом уже в самом посольстве. И вот таким образом мы получили. А если честно, если конкретно это была компания, называлась International Exchange Center. ИЕЦ его называли, IEC. Тогда еще Star Travel был, по-моему. А не конкурентами их были. Ну вот IEC через эту компанию мы и получили. Вот. То есть в принципе удалось все легко. Хотя отказы тоже были, я помню. Я помню вот очередь. Вот эту, в которой мы стоим. За визами. И вот эти все студенты. Я тоже сам студентом был молодым. И я очень волновался тогда. Ну и помню, что было где-то около 40% отказов. Не знаю, по каким причинам. Но у нас все были тогда документы. И Джобофер уже был. А Джобофер они делали, да? Джобофер сделали, да. Да, Игорь, я знаю, что у тебя в США была такая очень красочная жизнь. Там свой бизнес, да? Что ты по штатам пожил, в разных штатах, да? То есть приехал фактически там с минимальным английским, с товарищем, который вообще английский не знал. И потом дальше. В следующем видео мы об этом расскажем. Так вот, мы познакомились с Игорем три года назад. Он уже в тот момент занимался помощью, делал людям анкеты по гринкарте. Ну, розыгрыш гринкарт. Ну и сейчас Игорь просто хочет ближе подойти к этой теме, потому что сам там был. В следующем видео мы сделаем... Игорь расскажет нам про то, как он жил в Соединенных Штатах, как организовывал бизнес, ну и о перспективах, да? На самом деле я начал с самых низов. Ну, парень, который не имел ни одного рабочего места раньше. То есть в Москве я работал в кофе-хаузе помощником бармена. По-моему, работал еще тогда в Ростиксе. Это что-то было типа Макдональдса или Киевси, вот сейчас. Вот, поэтому опыта рабочего у меня не было. И, естественно, я начинал с самых низов, в Штатах. Я работал мерчендайзером в большом торговом магазине продуктов. Я выкладывал, значит, по полкам йогурты, масло, сметану, молоко, то есть вот эти все молочные продукты. Это был Dairy Department, как это называли вот как раз в Штатах, молочные продукты. И потом, значит, мы нашли работу более высокооплачиваемую. Это была стройка, строительный бизнес. Мы просто были подмастерьями, то есть просто помогали, значит, масонам, то есть тем, кто вложил блоки. Мы мешали цемент, значит, кидали песок, раскидывали, в общем, уравняли землю, выстраивали вот эти вот scaffoldings, они назывались. Козлы, да, по-моему? Да, но работа там была, нам платили уже в два раза больше, чем я зарабатывал в этом магазине. В магазине я зарабатывал 7 долларов в час, а на стройке 14 долларов в час. Сколько в день получалось? В два раза больше. В день получалось, ну, это был стандартный 8-часовой рабочий день, поэтому получалось где-то около 80 долларов в день. Нет, 14 умножить на 8. Около 100 долларов. Около 100 долларов в день, да. Тридняя зарплата, в принципе, в Нью-Йорке так и получается, да, 100 долларов в день. А я знаю, что ты делал как-то репортажи вместе с компанией, да, вот эта «Одноэтажная Америка», да? Да, был… Это какой был год? Это был 2011 год. Да, был такой подкаст «Одноэтажная Америка», да? Да, вообще-то многоэтажная Америка. А, многоэтажная Америка подкаста. Лукашевич, да, Лукашевич? Да, значит… Александр Лукашевич. Александр Лукашевич. Сейчас уже этот подкаст закрылся, но было интересно, да, что там? Да, это ведущий бывшего радио Борнео в Воронеже, он сам из Воронежа парень, вот он организовал вот этот интернет-радио-подкаст «Многоэтажная Америка», где люди, которые жили в Штатах и имели какой-то опыт жизни в Штатах, приходили со своими историями, рассказывали это все. Ну, и вот я оказался участником этого подкаста. Мой выпуск 25, если что, находите на podster.ru. Постер-точер.